изготавливаем удобный ножичек резачок для пленера из лезвий для вот такого ножа ну как известно есть лезвие разные есть потоньше ножички вот такие чем они меня не устраивают они большие его носить с собой во первых это тяжело я каждый грамм на счету каждый грамм вот большие громоздкие вот всегда я часто беру с собой просто вот такое лезвие им подстрагивает но она находясь где-либо она очень острая она может конечно и порезать и все почему такое широкое не вот такое узкое ну вот широким подстрагивать удобнее когда карандаш ровнее такое вот она ходит поэтому ну я использую вот такие лезвия а теперь предлагаю сделать еще и безопасную для него ручку делается очень просто и опять же главный принцип это компактность и легкость ну вот берем листок бумаги обычный да не нужно я ее пополам вот согнул по ширине она примерно равна сделаем несколько сгибов я думаю ты даже одного наверное хватит ну для плотности можно еще раз согнуть надо не надо да и не надо может быть вот раз два сгиб я думаю достаточно вот собственно и все и этим же ножичком сейчас обрежем ну естественно это не постоянная такая вещь она можно сказать одноразовый ну как одноразовый но несколько месяцев хватит берем скотч любой но в данном случае я выбрал такой белый и широкий чтобы не обматывать а сразу ну все ничего но оттуда ее доставать ну вот собственно так потряхивается ну вот и все поровнее обрезал простая вот такая вот штука ее можно носить где угодно как угодно вы не порежетесь ну а карандаш подстрогать и очень легко ну давайте теперь подстрогаем пару карандаш хотя вот у этого карандаша я уже рассказывал есть такая штучка сзади но она не не очень удобная она почему-то не дает острого конца при заточке вот она еще и сыпется ну короче неудобно это вот эта вот штука которую я сначала похвалил а потом разочаровался собственно я никогда не был ей очарован поэтому я предпочитаю строгать собственноручно ну вот у нас этот есть теперь такой карманный ножичек который можно везде положить вытаскиваем и все вот сейчас еще объясню чем удобно все таки широкое лезвие видите она как бы прикладывается вот на всю ширину и дает более на ровное подстрагивание плоскости подстрагиваю карандаш я тремя способами можно подстрагивать сейчас я их уж коль взялся объяснять то объясню ну вот так на конус самый стандартный и самый наверное не экономный и для рисования не самый лучший мне нужен широкий вот такой вот штрих и достаточно ровный и острый кончик вот и еще я подстрагиваю лопаточкой то есть вот таким вот образом с двух сторон причем лопаточкой такой косоугольный ну если получилось перпендикулярный этот кончик срез ничего страшного вот а вообще лучше делать его немножко косоугольным потому что тогда и кончик у острее получается ну вот ну в принципе он сохраняет ту же возможность давать широкий штрих ну и как сами понимаете он дает возможность давать еще и штрих ну скажем так 5-миллиметровый ширины сейчас покажу вот что мы получили вот во первых мы можем делать и вот такие вот линии достаточно прямые так во вторых есть вот такой вот кончик острый даже два рисовать в третьих мы имеем вот такую разнообразную линию видите да ну понятно да и в четвертых мы имеем еще возможность тушевки поэтому вот такая скошенная лопаточка за . она наиболее удобная но удобно ну как бы быстрее когда торопишься ли когда рисуешь всегда торопишься под строгать просто взять вот так вот вот и еще раз повторю когда узкий узкое лезвие то она вот так вот во время строгания ходит и не получается у нас ровной вот этой плоскости для того чтобы ровно потом на конусу так вот что-то штриховать ну собственно ну ладно я отвлекся от изготовления ножичка на подстрагивание карандашей ну давайте еще один раз подстрогаем это белый карандаш на пастельный мой любимый опять же бренды не говорю но тут что-то написано бывает мел белый мел фирма какая-то wise crate не вижу фирму и и и не вижу и и не знаю я просто покупаю несколько карандашей да и все да какие-то лучше какие-то хуже ну если я буду выискивать эти фирмы то собственно мне рисовать никогда будет поскольку меня этих карандашей много я методом естественного отбора там те которые похуже но белые то это имеется ввиду хуже те которые бледнее и с песком обычно бывает каким-то там ну белый карандаш может быть нет необходимости затачивать до полной остроты ну вот и все вот у меня вот пара таких вот есть причем обратите внимание вот это длинная но я ее сделал послабее оттуда просто выскакивает а здесь она жесткая такая вот и поэтому я оставил этот кончик он не острый есть два острых два кончика этот не острый а вот этот вот острый поэтому я его так вот здесь кончик оставил чтобы можно было вытащить или наоборот